Здрасьте. Там Ярослав Король под видео про управление пачкой печек с помощью стека и новых команд. Говорит, что метод уже не работает. Короче, разработчики поломали логику переменной recibe hash. Смотри, когда печка выключена, если у нас в слот входной попадает какая-то руда, recibe hash. Сразу выдает хеш рецепта, собственно, то, что мы получим при приплавке этой руды. Но как только мы включаем печку, у нас эта переменная обнуляется. Это баг, так не должно работать, но, к сожалению, тут метод уже не работает. Активировать печку, то есть управлять пачкой печек все еще можно, но активировать печку немножко по-другому надо. Нужно сложнее. Но пока я ковырялся, разбирался, почему же не работает и что здесь сломали, я обнаружил более интересную вещь. Смотри, давай возьмем два кусочка руды. На это уже смотреть не будем. Вот эта печка у нас будет управляться чипом, а вот эта печка мы запустим вручную. У нас здесь один кусочек руды и здесь один кусочек руды. Эту печку мы запускаем, а для этой печки мы запускаем управление с помощью чипа. Она активируется автоматически и смотрим. Эту печку мы запустили раньше, эту позже, но это уже переплавило, а это все еще плавит. Только сейчас она приблизительно в два раза дольше она плавила золото. Турбопечки. Поговорим о турбировании дуговых печей. Всего несколько слов. Вся фишка в том, что руда плавится быстро, но поскольку вот золото, например, у нас плавится довольно длительное время, давай проверим еще раз, то же самое сделаем. Золото у нас плавится долго, но если мы посмотрим, вот мы активировали вот эту печку, это активировалось сама. Здесь на входе золото уже пропало, видишь, то есть оно уже переплавилось, но печка все еще не выбрасывает. Она ждет определенное время, чтобы оно прошло. Дело в том, что если мы будем читать входной слот, то есть элементарно наличие чего-то во входном слоте мы будем читать, и если мы принудительно сбросим сигнал Activate в ноль, то печка вместо того, чтобы ждать какое-то положенное время, то есть золото должно плавиться, то есть она думает, что золото должно плавиться долго, она слиток уже переплавила, но по факту она его не выбрасывает, она просто ждет определенное количество тактов, потому что золото должно долго плавиться, правильно? Если мы вычитаем элементарно купец этого слота, и если он равен нулю, то есть его просто направим в сигнал Activate, мы попросим печку принудительно выбросить этот цветок, и тем самым мы турбируем эту печку. Давай проверим еще раз, как это работает, и посмотрим код. Значит, сюда мы ставим руду одну, и запускаем, а сюда мы сбрасываем, и тут у нас активируется с помощью чипа. Активация очень примитивна, то есть там необходимо это делать не с помощью окупи. Видишь, это уже переплавило, а это уже переплавило, но еще ждет не вбрасывается. То есть мы можем это исключить, вот эту задержку, турбировать тем самым печку, пока логика работает, а ты сделать на этом принципе трубопечку. Код очень простой, тут я читаю слот по названию печки, то есть вот эта печка у меня. Название у этой печи у нас AF1, название этой печи AF2, то есть мы с помощью чипа управляем исключительно вот этой печкой. Значит, мы читаем пакетное чтение, loadBatchName по имени, по хэшу имени, читаем дуговую печку, читаем из нулевого слота переменную оккупи. То есть если там что-то есть в входном слоте, там будет единичка. И потом вычитанное значение записываем в переменную Activate. Как только печка у нас переплавит то, что есть во входном слоте, там очутится нолик, мы этот нолик вычитаем и запишем сигнал Activate, нолик. Это будет работать только с единичными кусочками руды. Для того, чтобы это работало с стаком руды, мы должны читать сигнал не Occupied, а должны читать сигнал Quantity, количество. И смотреть, если это количество у нас изменилось, то есть было пять штук, а стало четыре, значит слиток мы уже переплавили, и мы должны на один такт сбросить сигнал Anti-Activate в нолик, а потом на следующем такте его включить в единицу. Я попробовал так делать, но при этом у меня печка, то есть Quantity, когда мы читаем, у нас печка переходит в какое-то квантовое состояние непонятное. Она начинает вырубать питание, хотя я здесь в переменную On ничего не пишу, такое ощущение, что в переменную On попадает нолик, и она выключает питание. Почему так происходит, я не разбирался, оставляю это вам. Если будет время и желание, я поковыряюсь, может быть, найду какое-то решение. Но турбировать печку мы можем. Единственное, нужно разобраться, почему с Quantity вот этот вариант не работает, то есть я запоминал старое значение Quantity в отдельном регистре, вычитывал и разницу, то есть если у нас что-то поменялось, если у нас что-то поменялось, то есть если ничего не изменилось, я писал единичку в Activate, но при этом как-то очень странно оно работает, то есть я с логикой пока не разобрался, у меня сейчас мало времени, поэтому такое короткое видео про турбины, про потенциальные турбированные печки. Ну давай проверим еще, как это работает, то есть вот этот вот кодик очень простой, но на самом деле тут такие сложные команды не нужны, то есть мы можем просто с порта читать, прицепить печку на порт и работать с по хэшу имени, а непосредственно через подключение к порту, ну поскольку я старый, вот этот баг, когда, как, как человека зовут? Ярослав Король, JustResc, спасибо за сообщение, потому что я бы не пошел, не посмотрел. Just, JustResc, ник у человека, спасибо за комментарий, вот, ну давай, давай проверим еще раз, как это работает, вот один, запускаем, вот второй, пошел и смотрим. Автомат, турбопечка переплавила, не турбопечка еще плавит. На этом все, пока.